Ола, амигос! А между делом и почти незаметно прошли очередные предвыборные дебаты в США. И в этот раз отношения выясняли в вице-президенте. Но если вы сие значимое событие пропустили, то не переживайте, у вас амиго есть. Хотя, как по мне, новости за Австрией, где Криндель, дабы депрессию побороть, сначала упился в хлам, потом нажрался каких-то грибов и после, услышав глаз свыше, что посоветовал ему для продолжения угара, Писюнся от Чикрыжить, которую он с любовью и нежностью, сжимая в трясущихся ручонках в госпиталь и притащил, была куда веселее. Но что имеем, то имеем, выбирать не приходится. Ола, Америка! Извините, что говорю по-английски. И сегодня первая и единственная встреча двух мужиков, мужчинок и мужчинков. С одной стороны Тимми, который, напомню, ничего не пи... А, простите, надежда наша и опора от демократов. А с другой стороны этот, который из-за Огайо. И это последние дебаты, ибо, ну, вы в курсе, что голосование уже идет. Ну, как бы, вот, выборы в ноябре, но у нас демократия. И сегодня за дебатами будут следить не только американцы, все каналы, но и весь мир. Ибо нет ничего сегодня, эй, вот, круче и важнее и прайм-таймнее. Да, мать, про самое интересное этой ночью это-то хорошо, но прям тролль 99-го уровня, вот, молодец. А правила простые, две минуты на вопросы, две на ответ. Да начнется махач. И к нашей короночке. Ваш этот Трамп фактически начал крестовый поход против мигрантов. Говорит, дофига их тут и надо всех, да дому, да хаты. Но там же детишки с ними, как так-то, а? Ну, офигенско. То есть Харрис и Коза пустили сюда всех и вся. У нас на улицах народ отъезжает. А вы такие, это все Трамп. Более того, Харрис хочет отменить 94 указа по борьбе с нелегальной миграцией. Ну, во имя типа человека любя. Но к вопросу, да, Трамп закроет границы и построит стену. У нас за 20 миллионов нелегалов. Лям из них въехать не успели, а уже что-то учудили. И теперь мы им трехразовое питание и прогулку на свежем воздухе обеспечиваем за вклад в развитие общества. Вы за детишек сейчас впрягаетесь. Но среди них есть куча тех, кто к нам через границу всякие яства перевозит. От которых пол Америки на зомби-ленд похожи. Потому что фентанил это дешево и вкусно ядрить. А вот и нет, а вот и нет, а вот и неправда. А вот и детишки хорошие, никто из них ничего не перевозит. И вообще, благодаря Джо и Камалочке, за последние 12 месяцев смертность от эпиоидов снизилась на 30%. Но как бы возят все больше и больше, но иммунитет и закалка делают свое дело. А с нелегальной иммиграцией мы начнем бороться. Ну правда, вот сейчас только выборы пройдут, а то это избирать... Ну в общем, проблемы есть. Но когда мы хотели принять закон и границы перекрыть, республиканцы нам не дали это сделать. Охренительно! Демократы три года завозили нелегалов кораблями, самолетами, самокатами. И за три месяца до выборов, когда Америка уже раком стала от них, такие... Да, это все Дональд Трамп, да вы чертовы гений. А рассказать вам, как они все голоса завозят? Да на изи, они вот замутили приложуху SBP One. Ну вы вот хомяка тапали, ну вот, может, слышали. Ну вот там такой же смысл, через эту приложуху нелегалов натапывают. По полторы тысячи человек в сутки и на законных основаниях. Какие нафиг 10 лет грин-карты? Скачал приложуху, и вот ты уже гражданин США. Магия от Камалы Поттера. Слизерин возвращается ядрить. А он все врет. А приложение было с 1990 года. В каком 90-м? Айфон появился в 2007-м, а у тебя приложуха под него в 90-м появилась? Ты че, гурман хрена, в коня было мало. Ты теперь вот сюда приперся под фентанил. Так, 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 затыкивайте их нахрен. Эй, перейдем к следующему вопросу. Скажи, волцы, тут вот Камалочка решила тему у русских про маткапитал подрезать. И она такая, у нас бабла-гора, а для этого надо триллион с хвостиком. И где их родить-то? Или вот госдолг 35 триллионов, или 135 одна фигня. Мы верим в средний класс, потому что я и Камала со счетом в 9 миллиардов в банке, это средний класс. И мы построим 3 миллиона домов для всех, да. А еще мы инсулин продаем по 35 баксов, а его себестоимость 5. И вот мы понизим налоги на 6 тысяч детей, и все будут в шоколаде. И бедность сократим, и заживем, у-у-у-у. Короче, Лан, скучно с вами, давайте поговорим о ваших личных качествах. Эй, Тимми, братиш, ты тут рубашку рвал, помнится? Заявляю, что в 89-м году самолично был на площади Тянь-Ань-Мэнь, и грудью там демократию отстаивала. Да ты храбрец, Тимми. Но из доступных ресурсов нам известно, что тебя там не было. Ну, меня не так поняли. Я вырос в маленькой семье и катался на велосипеде, и там еще фонари зажигались, и я горд этим. А потом я стал учителем, вот, а потом я смог в Китай поехать. И я туда поехал, и все мое сообщество знает, что если я сказал, что я буду где-то первым, то я это просто сказал, да. А и все мое окружение знает, кто я. Они знали, где я был. И я вам вот что скажу. Я всегда был привержен работе с народом. Я пытался сделать лучшее из того, что я мог. Я не был идеальным. По большей части я вообще всегда был вот кретин, ааа, болваном. Но так было всегда. И люди, которые выбрали меня в Конгресс 12 лет назад, знали об этом. И их это устраивало. Они были горды мной. И в Конгрессе я был сам отморожен. Ааа, разносторонним человеком. Так полюбите меня и вы. Да, я много говорю, и как правило, все мимо кассы. Ну и что? Зато я личность. Блин, чувак, ты всем в уши с... Как это? Ну, говорил, что ты там на площади под танки прыгал. И на той фотографии известный во всем мире ты изображен. Ну, я туда приехал летом. Ну, после событий тех. Но я был на площади. Это типа вот в экскурсионную программу входило. И вот решил спиз... Ааа, малек слукавит. Ну, с кем не бывает. Ну, я же был в Китае. И протест был в Китае. Значит, не обманул. Ааа, учите шкалота. О, о шкалоте. Вопросик, что парит многих. А че там со стволами-то? Ну, знаете, вторая поправка, это круто. Но по факту совсем не круто. Давай, Тимми, улыбни-ка, народ. Ты же раньше прям топил за оружие. А потом как-то переобулся. И уже вторая поправка вроде не такая и важная. А че так-то? Короче, я тут встречался с родителями учеников. Но тех, которых, ну, уже нет. Потому что вторая поправка, да. Я был там. И я даже подружился со школьными стрелками. Я видел все это. Ну и как обычно, ничего комментировать я не буду. Выводы вы делаете сами. Кому скучно, двухчасовые дебаты есть в сети. Отличного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok